Неожиданная инициатива. На 100 эмите мира пророссийские страны сделали предложение помощи Украине. Во время саммита мира в Швейцарии, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими оккупантами украинцев, Украина неожиданно получила предложение помощи даже со стороны тех государств, которые считаются лояльными России, Пайтинг. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, передает видео новости Украина со ссылкой на эфир телемарафона. По его словам, результаты обсуждения благодаря закрытому режиму заседания позволяют говорить о разработке новых подходов к освобождению похищенных россиянами украинских детей, военнопленных и гражданских комий. Более того, закрытый режим позволил многим странам высказать свое истинное мнение по поводу действий России и презентовать наработки по возвращению граждан Украины. Лубенец отметил, что предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили даже со стороны стран, считающихся пророссийскими. Так государства предложили свои каналы коммуникации с РХФ. Однако омбудсмен не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение. Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошее отношение с РФФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций, сказал Лубенец. Напомним, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией после саммита мира в Швейцарии. Сейчас количество стран, которые поставили подпись, уменьшилось с 80 до 78, а тех, кто не подписал, увеличилось до 15е. Ранее видео новости Украина сообщало, что Швейцария допустила участие российского диктатора Владимира Путина в новом саммите мира. Он сможет стать участником конференции, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда. Субтитры создавал DimaTorzok